всех приветствую друзья наша 11 часть прохождения снайпера тоже врываемся нам нужно добить добить этот контракт найти ксеника алиханова друга и стратега одного из наших врагов потихонечку идем пошел нахер тут еще и камера есть а где там 6 снайпер это тварь сюда прям целиться кохера от затракала а а а а а а а а В процессе я со снайперки стрельну, эти типы сразу на меня обозрят. Забавная ситуация. Кто нахер? Где снайпер? Он еще и место свое меняет. Ужас. Опа. Я верю, это Аликенов. Это может быть полезным, чтобы спросить его до терминации. Да, делся снайпер. Так, начинается. Возможно, его стоит допросить, да? Ручак. Откуда? А как, блядь, они обо мне узнали? Так, они обо мне узнали. Так, они обо мне узнали, меня никто не видел. Так. Да, это не было. Опа. Академия. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Откуда оттуда? Опа. 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 Отпела! от тела да бля! бля! для черно не меня увидели вот нет это место кипит я как ниндзя прошел через все вагоны обезвредил камеры как облить сидит сука 150 метров нас ебало я щечет а кипит а 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 прят Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok 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 потому что я что-то реально думал, что это далеко не все еще. Мы отыграли 10 часов. Есть ли у этой игры DLC? Посмотреть все DLC, которые возможно. И тут нам показывают мультиплеер, либо какие-то пушки, забавки. Получается, это конец игры сейчас был. Мы устранили, ну как в самом начале роликов нам показывали, то есть есть, грубо говоря, Россия раскололась на несколько республик, и вот в Сибири остановились террористы. И они отказываются сотрудничать, грубо говоря, с ФСБ, и ФСБ их всех вырезает. Условно говоря, ну есть различные частные организации, да. В принципе, игра для меня прошла очень быстро, потому что тут в целом-то пара заданий. Вот. Сюжет, ну такой, как бы сюжет простой, чисто Assassin's Creed, я, грубо говоря, убить всех неверных, вот, и вся задача. Вот. Что еще здесь по поводу этой игры? Стоит для нас своих денег? Стоит 999 рублей в Steam? О, нет. 999 рублей игра вообще не стоит. Да, вот сейчас так сделаем, чтобы вы видели, с чего я рассуждаю. Ну вот, мы уже закончили, играет смысл на меню смотреть. Поэтому смотрим на мой Steam. Вот, соответственно. 999 рублей не стоит. Ну, за 500-600 рублей, как я взял, я взял за 600 рублей. Ну, еще учитывайте то, что игра не так давно вышла, поэтому она по хорошим скидкам и не продается, и не будет продаваться. Стоит. За 500 рублей, в принципе, стоит, и поддержать этих разработчиков, все их геймс, или как их там, правильнее, не знаю, можно. В принципе, можно. Почему нет? Игра сделала продвижение. Единственное, что все-таки, по мне, третья часть будет поэпичней, потому что ты пытаешься найти своего брата. Ну и в целом, вот, там как-то побольше ты можешь выбирать. Здесь у тебя есть второстепенное оружие, которое ты не можешь одеть глушитель. Почему? Тогда нам не нужно второстепенное оружие. Ну, грубо говоря, пользуйся тем, что ты можешь подобрать. Окей, откажись от пистолета, дайте мини-УЗИ. Почему нет? Тут, конечно, много таких нюансов, за что я бы поставил все-таки ниже балл. Вот. Ну, здесь вот оптика, которая показывается, тоже немного все не так выглядит. Скриншоты, конечно, покрасивее подобрали. Игра немного не так выглядит. Учитывая, что мы прошли, в целом, игрой доволен, но полно всяких нюансов, за что можно покритиковать игру. Потому что... Почему можно покритиковать? Потому что 999 рублей. Вы что, гоните? Учитывая, что со второй частью уже нет русской озвучки. А во второй почему-то была. Почему? Почему? Что помешало дальше делать озвучки? Я же покупаю игру. Да и люди, в принципе, ее покупают. Они зарабатывают. Хотя бы самую простую озвучку бы сделали, да и все. Никто же не просит делать озвучки, присылать самых лучших актеров, каких-то, еще чего-то такого. Никто же этого не просит делать? Нет, абсолютно. Абсолютно нет. И... Мне это непонятно. Поэтому, друзья, пробуйте пройти, потому что есть различные варианты событий, как пройти, как по стелсу или попробовать еще круче, чем я запушить. Но я в целом на агрессию играл. Стелс пытался делать, где я это более-менее уместно. Вот. Ставим игре твердую четверку. Покупать можно только по скидке. Сюжет, ну пойдет. Ну что ж, всем спасибо большое за просмотр. Мы еще одну пополнили коллекцию прохождения на ютубе. Я очень рад. Надеюсь, вы тоже. Мини-контент, все дела. Подписывайтесь, ставьте лайки, зовите друзей. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok